Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна, замечательнейший исполнитель Ярослав Сумишевский. Вот уж что и говорит, сделавший себя сам, абсолютно раскрутивший себя сам с помощью социальных сетей. И это, конечно, феномен. Сумишевский – это феномен, собственно говоря, новейшего шоу-бизнеса, так называемого, России. Потому что без каких-либо продюсеров, мамиков, папиков человек стал популярным, знаменитым на всю страну. И это, собственно говоря, на его примере доказательство того, что талант может пробиться, но крайне тяжело. Сколько талантливых людей, и вот из скольки один Ярослав Сумишевский. Из скольки. Поэтому я и говорю, что надо не ВК-феста устраивать в Москве, где инстасамки поют, какие-то рэперы, кишлаки. Устроить всероссийский конкурс «Песня» или замечательнейший фестиваль на ВДНХ, выставка регионов России. Можно устроить музыкальный фестиваль «Россия», где выступят, например, со своими песнями национальными все субъекты Российской Федерации. И потом выберут финалистов, и их будут крутить, и они будут потом уже молодежную какую-то музыку исполнять. В данном случае Сумишевский нашел причину резонансных высказываний Пугачевой. Вот что пишут. Певец Ярослав Сумишевский заявил, что Алла Пугачева благодаря своим резонансным высказываниям лишь привлекает внимание общественности. По его мнению, артистка просто добивается возможности проявить себя. «Значит, вот что он говорит. Сложно сказать об Алле Борисовне, потому что она человек другого масштаба. Я могу просто предположить, что каждому, по моему мнению, состоявшемуся артисту в определенный момент хочется проявить себя». Рассказал исполнитель Шансона, как пишут. Ну, не только Шансона. Ярослав Сумишевский, news.ru на закрытии Славянского базара в Витебске. По словам певца, известный человек, которого долго не обсуждают в социальных сетях, старается сделать что-то такое, чтобы про тебя опять начали говорить. Друзья, ну, что сказать? Проявить себя. Расшифровывает он, говорит, что внимание. Внимание, да? И чтобы про нее начали говорить. Проявить себя. Проявить себя можно по-разному, правда ведь? Например, проявить себя, плодя фейки о ведении операции, или проявить себя, называя свою страну, нормально люди туда не поедут, или рабами-холопами. Это в одном ключе. А проявить себя, оставаясь со своим народом, например, публикуя о Донбассе, о Газе, это другое с тем, правда ведь? Проявить себя можно по-разному. Поэтому в проявлении себя, это я уже так от себя говорю, говорить-то будут о тебе, но вот что дальше будет после этого, это уже зависит от того, как ты себя проявишь. Поэтому, конечно, те люди, которые проявляют себя патриотами, те люди, которые проявляют себя истинными гражданами своей Родины, конечно, они, я считаю, абсолютно оправданно заслуживают уважения общества и всяческое одобрение и приветствие. А те люди, которые вот так проявляют себя, как Пугачеву, как иноагент Галкин, я считаю, что, конечно, они абсолютно заслуженно встречают общественное порицание и даже ненависть в определенной степени и нежелание их видеть здесь вообще в каком-либо статусе и как-либо. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там видео о политике выходит. Вчера вышла полностью аналитика по Трампу. Сегодня выйдет что-то подобное. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Там есть мои стихотворения, если их так можно назвать, песни. Новости 24 на 70 моими комментариями. Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Друзья, Будда Гришна Новости. Канал в Телеграм. И приглашаю вас на свой сайт буддагришна.ком для бизнесменных предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.